Неисправная рулевая система и плохо работающие тормоза. Водители утверждают, что автобусы в таком состоянии перевозят пассажиров в Славянском и Мариупольском направлениях. Объясняют, в любой момент машина может перевернуться или выехать на встречную полосу. Был месяц назад инцидент, когда машина, неуправляемая на проспекте Ленинском, выехала на тротуар, сбила столб, но люди не пострадали. Но мы, как всегда, ждем крайности, что когда у нас случится травма, мы, конечно, не стремимся, не желаем, чтобы погибли люди, но к этому все идет. Водители говорят, что почти 20% автобусов на предприятии требуют серьезного ремонта. Сотрудники предприятия рассказывают, что за день на ремонт может выдаваться до 20 заявок, из них 4-5 с серьезными поломками. Однако водители рассказывают, что мастерские работают только днем, и поэтому с утра автобусы выходят на рейс с неисправностями. Механики успокаивают. Перед выездом каждый автобус тщательно проверяется. В рейс его могут выпустить только после положительного заключения. На работу автобусы выходят исправные. Я вам сразу скажу. Если бы автобусы выходили неисправные, я бы, наверное, здесь не сидел, а был бы уже в местах не столь отдаленных. Поэтому рисковать жизнью пассажиров механики не допустят. Работники рассказывают, руководство уволило восьмерых водителей за то, что они отказывались работать на автобусах с серьезными поломками. Директор предприятия плохое состояние транспорта отрицает. Увольнение объясняет тем, что водители перевозили безбилетных пассажиров, оставляли себе значительную часть суммы, вырученной от продажи билетов. Человек, не имеющий проездного билета на автобус, это человек не застрахованный. Так как билет является страховкой пассажира, это транспорт, все может случиться на дороге. Человек в таком случае не будет иметь возможности просто получить компенсацию, то, что входит в стоимость билета. В областном транспортном управлении, говорят, предприятие занимается перевозками больше восьми лет. За это время в списки нарушителей не попадало. Технические соответствия, да, со справками ГАИ, у них автобусы все технически исправны. Оснований не верить, госавтоинспекции у нас нет. То есть по документам, значит, все данные, данное предприятие имеет право обслуживать пассажиров. По данным транспортного управления, в 2011 году предприятие купило 24 новых автобуса. Руководитель утверждает, что за ремонтом машин строго следят, запчасти приобретают регулярно. А водители призывают пассажиров внимательнее относиться к тому, в какой автобус они садятся. Екатерина Павлова, Алексей Костюк, Панорама.